Благородство, доброе сердце и умение прийти на помощь в сложной жизненной ситуации. Накануне в День российского студенчества в Волгоградском государственном медицинском университете состоялось торжественное награждение благодарственными письмами Минздрава РФ всех учащихся, принимающих участие в акции «Мы вместе». Эти неравнодушные студенты помогали пожилым людям и семьям, где растут дети с ограниченными физическими возможностями. Эти неравнодушные студенты, помогавшие пожилым людям, семьям, где растут дети с ограниченными физическими возможностями. Они привозили лекарства и продукты первой необходимости. Олег Трапезников начал свою деятельность в качестве волонтера. За все время добровольчества он участвовал в развертывании инфекционных госпиталей и доставке продуктов нуждающимся волгоградцам. Работали средним и младшим медицинским персоналом в ковидных госпиталях. Мы помогали бороться с новой коронавирусной инфекцией. Я считаю, это долг каждого врача – помогать нуждающимся. А вот Эльвира покрученно работала в инфекционных госпиталях у Рюпинска и Калача-на-Дону. Было очень страшно. На самом деле даже охватила нас паника. Первые, наверное, 10 минут было тяжело дышать. Вот эти очки на нас давили. Все, вот это было так неудобно. Потом привыкли. Мы ставили капельницы, делали уколы, раздавали таблетки. Совершенно бескорыстно студенты привозили пожилым людям, а также семьям, где растут дети с ограниченными физическими возможностями, лекарства и продукты первой необходимости. Труд молодых людей отметил ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин. Получается, самая престижная профессия, она самая сложная. Она, естественно, с элементами, наверное, сегодняшней жизни, элементами героизма. Но у вас точно это все получается, потому что талантливый человек, он во всем талантлив, поэтому, наверное, не случайно все ваши достижения таковы. Владимир Шкарин в своем выступлении также отметил, что бывших студентов не бывает, а Татьянин день – это праздник и преподавателей тоже, которые активно участвуют в судьбе современного студенчества и сами продолжают учиться. Продолжение следует...